Тойоту Танк приобрели. Получили документы во Владике. Сейчас будем на номера ставить. Слава Богу, Бог благ. Вот такую мы приобрели Тойоту Тойоту Танк. Друзья, привет. Приобрели Тойоту Танк. Сладика выдвигаюсь. 7-е число вечер. На номерах уже едем в город Балакова. По местному что-то 7 часов вечера. По Владивосточному. Еду за Владико в Хабаровск. Это залив ихний. Машины одни праворульные. Как в другой стране. Участок дороги Хабаровск-Владивосток. Едем ночью. Хочу сказать. Черниковку только что проехали. Везде 40. Милиция стоит, гаишники. Везде 40. Там нельзя торопиться. Заправки есть на дороге. Дорога терпимая. Неразбитая. Есть один обезд. Вот сейчас объехал. Ничего. Нормально. А так дорога везде терпимая. Хорошая. Будем дополнять обзор. Видео. Вот. Посмотрите, как это выглядит дальше. Привет, друзья. Еду в Хабаровском крае. Вот так это выглядит. Дорога. Так это все выглядит. Слава богу, снега нет. Льда тоже. Друзья, едем, едем, едем. Дорожка была сейчас плохая. Камешки летели. Щебенка летела в кузов. Слава богу, мы ее прошли. Едем дальше. Люди там как-то живут. Я не знаю, там город вон в долине. Как люди тут живут. Это город Теплоозерск. Проезжаем. Вот, друзья, вот она, Стелла. Проезжаем. Новобурейская ГЭС. Проехали. На которой все любят фотографироваться. Я не буду это делать. Поеду бензин искать. Надо заправляться уже, друзья. Вопрос в чем? Еду где-то в Амурской области. Вот. Осталось одно деление бензина. На этом пишет 46 километров. Остаток. Вот. Еду молюсь, чтобы бензина хватило. Господи, помоги. Потому что тут уже 100 километров еду уже без, ну, как бы без заправок. Тут все серьезно. Дай бог, чтобы заправка была вот в ближайшие где-то километры. Дай бог, чтобы заправка была. Расцвело, друзья. Сегодня 9 декабря. А значит, пятый день моего путешествия за машиной. Тут уже со снежком немножко. Температура минус 26-25. Ну, 25-27 колеблется. А вот. Транспорта мало. На связи. Опять, друзья, чтобы вы понимали, что за заправки нас тут ожидают. Чтобы вы понимали, где такой... Вот. Смотрите. Заправки в Забайкальском крае. Внимание. Тут вот... Сейчас цену посмотрим. Цена... 95-й, 50 рублей. Ну, давайте забьем там литр 3-5. Литров 5. Зальем. Скорее всего, только наличкой. Залью 5 литров. Ну, вот так, друзья. С СССР не везде, видать, закончился еще. Короче, заправка. Заправил 5 литров. Ну, чисто добил просто, чтобы уж точно хватило. Пистолет железный. Руку чуть не отморозил. Минус 25 на улице. Едем дальше. Друзья, пора же про машину что-то сказать. Машина нормальная. Машина Toyota Tank. Пробег был 21 тысяча километров. Приеду домой будет 30 тысяч. Вот, что. Ну, свежая машина, что. Едет, едет. Слава богу. Правда, кнопку отключил полосности. А то она замучила меня. Ямки объезжаешь, а она орет все время. Типа, выезд из полосы, выезд из полосы. Поэтому отключил на время поездки. В городе она нужна, а тут не обязательно. Еду без нее. Вот. А так машина огонь. Двигатель литровый, нетурбированный, про 169 лошадиных сил. Ну, хорошая машина. Состояние отличное. Свежее. Все ямочки проходят. Тук-тук-тук. Слава богу. Так, друзья, приехали вот в такую закусочную. Подорожник называется. Был я тут как-то. Ничего вроде кормит нормально. Дальнобойщиков много. Пойдем перекусим. Кстати, тут заправочка есть, но очень дорогая. 52 рубля бензин. 52 с копейками. 95-й. Когда я по дороге заправлялся, 46 рублей был. Сходил в подорожник кафе. Что сказать за заведение? Ну, нормально пойдет. Перекусить можно. Цены оттаз. Они живут своей жизнью. Привет, народ. Привет, дорогие. Еду в Забайкальском крае. Тачеты осталось. Километров 100-120. Еду на моргающей лампе. Вот я не знаю, что. Машина нюхает, не нюхает. Но еду вот уже устал. Она уже это. Бензина просит. Давно. Так что еду только по молитвам. Вот увидели. Вот увидели заправку в Забайкальском крае. Заправляйтесь до полного и все, и не думайте. Следующий увидели, опять заправляйтесь до полного, чтобы не быть в моем положении. Тут заправок, короче, днем с огнем не сыщешь. А те, которые есть там, бензин по 52 рубля есть. По разной цене. Вот так. К чете подъезжаю. 20 километров осталось. Да, бензин. Устал я до счета ехать. Вообще тяжелый путь. Бензин чуть не заканчивался. Летом лучше ездить. Друзья, снял в гостинице номер на ночь. Вот такие дела. Вот смотрите. Только ушел на дорогу на Иркутск. Вот. 800 рублей. Помылся хоть. По-человечь. Вот, в туалет можно сходить все. 800 рублей. Плюс еще машина на стоянке стоит. Все нормально. Так что, бог благ. Вообще. Красота. Красоте. Друзья, вот так выглядит заведение. Это заведение, в котором я заночевал. Заказал себе завтрак. Блинчики. Кашу. Кофе. Такое заведение. Слушайте, вообще отдохнул бомба. Люди знают, что делают. Люди занимаются своим делом. Причем занимается им хорошо. Вообще всем советую. Кто будет проезжать мимо. Придти заночевать. Вот так заведение выглядит снаружи. Называется она. Костильница Толон. Ночевал я в один, в двухместном номере. Вообще супер. Ключ дали. Просто закрылся. Все нормально. Помылся. Отдохнул.